В эфире седьмого новости в студии Алиси Татар. Здравствуйте. В Книжном переулке рухнула часть жилого дома. Напомню, это произошло в прошлую пятницу, но семь семей по-прежнему продолжают жить в развалинах. Почему людей игнорируют и в каких условиях приходится в буквальном смысле существовать, видела Анастасия Кожушка. Когда-то в этой комнате был большой просторный зал, в соседней ванной и кухне. Сейчас эта часть дома оказалась просто под землей. Находиться здесь опасно для жизни. Остальная часть дома может рухнуть в любую минуту. Первое обрушение в этом доме произошло еще в 2006 году. По словам людей, в их подвале была так называемая приемка металла, которая со временем превратилась в ночлежку для бездомных. И предприниматели, чтобы расширить помещение, якобы снесли одну из несущих стен. Первой провалилась квартира Людмилы Ивановны. Вот это вот так вот обрушилось. Все туда. Я вместе с унитазом все туда в подвал рухнуло. Это в 4 утра. Я упала. Все вот здесь было собрано прямо до кости. Все, кожа, все, нож. Там метра три высота этот подвал. Вот я туда летела. После того случая дому присвоили статус аварийного, но людей так и не переселили. И вот спустя 11 лет здесь произошло еще одно обрушение. Только на этот раз глобальнее. Квартира на первом этаже провалилась в подвал. Следом за ней пошло жилье Виталия. Теперь над его кухней нависают балки и остатки конструкций с третьего этажа. Здесь была как бы кухня. Тут туалет, ванная. Там АГВ стоял. Ну там такой шкаф с моей формой там ушел с одеждой. Всего пострадало семь квартир. Сейчас людей обещают отселить в гостиницу Октябрьскую. Но их такой вариант не устраивает. Говорит, выселиться с квартиры, все, имущество вывезти, куда? Если негде. Куда его вывезти нам? И даже радиаторы посрезать, даже люстры, даже туалеты, ванны тоже снять. Куда все вывозить? В пятницу жильцы дома номер 13 в книжном переулке собираются на прием к вице-мэру Орловскому. Люди настроены решительно. Если им не предоставят реальные варианты решения проблемы, обещают пойти на крайние меры. Анастасия Кожушка, Валентин Мирза, Седьмой канал. Выносили из чужих домов кольца, серьги, иконы, крестики и не только. Сотрудники управления уголовного розыска нацполиции задержали преступную группировку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк. По предварительным данным, члены группировки совершили около десятка квартирных краж. Ведутся следственные действия. Протягом 2016-го року квартирные крадежки стали просто лихом для нашего города. Тож это действительно достаточно важное достигнение карного розшуку. Так держит Вадим Могила. Мэр в отпуске, но дело его живет. Речь идет о Трухановском ноу-хау по раздаче казенного имущества простым распоряжением городского головы. Напомню, в настоящее время мэр официально находится в отпуске, а его функции выполняет Анатолий Орловский. К слову, последний 16 мая подписал распоряжение по передаче в аренду помещения в центре города сроком на 2 года и 11 месяцев. В документе указывается, что более 100 квадратов по адресу Новосельского, 75, получат кафе «Щенэс Диснию», продаж товари в педакцизную группы. При этом в одной из социальных сетей есть группа данного заведения, а в ней фотографии, на которых люди выпивают, проводят свадебные банкеты и даже курят кальян прямо в закрытом помещении. Называется этот караоке-бар «Пиано-кафе». Кроме адреса также совпадают и личные данные администратора группы и учредителя ООО, на которое оформлено питейное заведение. И там, и там фигурирует некто Самвел Манукян. И еще немножечко. На реконструкцию Тираспольской площади планируют потратить дополнительные суммы из городского бюджета. Уже выделенных 42 миллионов гривен не хватает. На данном этапе пересматривается проект. Почему? Потому что не было учтено ограждение. Было ограждение учтено только лишь на 60 сантиметров. После переговоров с обществом слепых они попросили переделать это ограждение на сантиметров 90 метр, для того, чтобы слепые не могли перевалиться через это ограждение. Кроме того, оцинкованные столбы освещения решили заменить чугунными. Насколько возрастет смета, пока не сообщают. Сдать проект обещают через месяц. За это время сделают электрическую часть перевода стрелок, установят ограждения, несколько фонарей и дорожные знаки. Высадят клумбу и закончат реставрацию фасадов зданий. Общая сумма порядка 7,5 миллионов – это деньги, которые выделены из городского бюджета на текущий ремонт фасадов, я подчеркиваю, фасадов зданий. Кроме этого, непосредственно департаментом городского хозяйства проводятся еще и ремонтные работы по кровлям, и ремонтные работы по ливнестокам, ливнесточной системе. Речь идет о ремонте фасадов 18 домов. А именно о новом штукатурном покрытии, восстановлении декора и покраске стен. Для этого из бюджета города выделили по 200 тысяч гривен на каждый объект, что составляет менее половины общей суммы, выделенной городским советом для реставрации домов в районе площади. Дистанционная диагностика, создание госпитальных округов и оптимизация существующих медучреждений. Глава Одесской облгосадминистрации презентовал проект медицинской реформы, которая в ближайшее время будет реализована в регионе. Подробности смотрите далее в сюжете. По информации облгосадминистрации, медицина входит в топ-5 проблемных вопросов Одесского региона. Загальный объект финансования системы охраны здоровья в Одесской области 3,3 миллиарда гривен. 80% всей суммы – это заработная плата. Лише 5% – безусловно на обеспечение лекового процесса. Это леки, это обладание, это проведение разных манипуляций, лабораторных исследований, диагностических исследований. В рамках реформы будут сформированы 9 госпитальных округов, без четких административных границ, но с сохранением самых востребованных медицинских услуг и оптимизацией редко используемых. Также в ОГА говорят об интеграции всех трех уровней медицинской помощи – семейных врачей, районных и городских больниц, а также областных больниц и специализированных медцентров. В качестве инновации будут внедрять систему дистанционных консультаций. Для этого будет создан дистанционный консультационный центр, в котором целодубого черпатят лекаря широкого спектра медической специальности. Будут обеспечены дистанционные консультации и курсы подвышения квалификации для семейных лекарей. Планируют в рамках реформы увеличить количество специализированных учреждений, например, центров лечения инфаркта миокарда, смертность от которого в Украине порядка 24%. В рамках реформы опасаться за рост безработицы в сфере медицины не стоит, говорят в обл. администрации. Поскольку штат многих больниц недоукомплектован на 40%. В ожоговом центре умерла девочка, которую по неосторожности обварили кипятком. Об этом сообщил волонтер Екатерина Нажевникова, которая занималась сбором средств на лечение и закупкой медикаментов. Маленькая Аня, которой всего один год и девять месяцев, была в тяжелом состоянии. В больницу она поступила после того, как больше двух недель пролежала дома. Родители занимались самолечением. Якобы в семье не нашлось денег на дорогостоящее лечение и вовремя не обратились к врачам. Спасибо всем, кто молился, переживал и помогал. Спасибо нашим докторам. Они сделали все, что было возможно. Больше ста человек по всей области заболели корью. Об этом сообщили одесские врачи. Однако до эпидемии еще далеко. Специалисты говорят, что в Украине средний уровень заболеваемости. Начали регистрироваться уже семейные очаги. Больные дети, приходя в семьи, заражают родителей. Поэтому количество семейных очагов с двумя-тремя случаями заболевания у нас уже регистрируется. Самые пораженные возрастные группы – это дети год 4, 5, 9 лет. И взрослое население от 30 до 50 лет. Основной причиной роста заболеваемости врачи называют отказ от прививок. К слову, их можно сделать уже с года. Первые симптомы болезни – это резкий подъем температуры, кашель, насморк и слезоточение. До появления пятен и сыпи диагноз поставить очень сложно. Корь опасна своими осложнениями. Наиболее часто встречающиеся осложнения – это пневмония, воспаление легких. Ну и самое грозное осложнение кори – это коревой менингоэнцефалит, который, к счастью, встречается редко, но все-таки встречается. Сейчас угроза эпидемии в 14 европейских странах. Отмечу, последняя и самая масштабная вспышка кори в Украине была зарегистрирована в 2006 году. Тогда заболели около 43 тысяч человек, а в 2012-13 годах насчитали 15 тысяч больных. В зоне риска не только дети, но и взрослые. Поэтому врачи призывают ни в коем случае не отказываться от прививок. Если ты человек – защити животных. Впервые в Одессе прошел фестиваль Animal at Days. В рамках мероприятия показали лучшую украинскую и мировую социальную рекламу, посвященную друзьям нашим меньшим. На просмотр отправился и наш корреспондент Ирина Рогозянская. Вже через декілька хвилин почнеться один із показів фестивалю социальної реклами. Він буде присвячений захисту тварини. Головний заклик цього заходу у тому, що ставлення людей до тварин є великою соціальною проблемою. Люди і медіа розказують, що щось є на часі, щось не на часі. Нам дуже довго говорили, що тварини не на часі, не на часі, не на часі. Ось, і зрештою, ми вирішили нарешті змінити якостю парадигму і сказати, що ні, пардон, люди. Етичний ставлення до тварин – це така самосоціальна проблема, як і будь-яка інша. Ветерани, діти, чи люди похилого віку, чи хвороби. Программа показа состоїть із робот призерів міждународних і українських рекламних фестивалей. Всего представили около 50 роликов. Я усього лише твій друг. Я мало що вмію. Хіба що зробити твій рано приємнішим. Я лише розвеселю тебе, коли тобі буде самою днем. Я хіба що витягну тебе на двір погуляти, познайомлюсь з новими друзями. Я усього лише без. І я можу змінити твоє життя на краще. На показ пришли десятки одеситов. Многие привели с собой детей. Ми свою собачку вообще забрали зону АТО, де она могла погибнуть. І перевозили її. Ну що, на честь семьи. Тому що треба прививати дітям чувство відповідальності за тих, кого ми приручили. Все рекламу дуже понравились. Я дуже сплакала. Я хочу, щоб все забирали бездамных животных себе домой, тому що їх дуже жалко. А ще хочу, щоб їх не убивали на улиці. На фестивале впервые представлена отдельная номинація за цирк без животных. Она появилась по іниціативі зооззащитной організації «ЮАй Анималс». Я дуже багато років їздив на роботу через національний цирк України, який знаходиться в Києві. Кожного разу, проїжджаючи по цирк, я розумів, що це щось погане, що це місце, де знущаються. Для мене це завжди було схожим на таку ситуацію, коли ти проходиш по якийсь двір, і бачиш, що там б'ють хулигану людину, і ти нічого не робиш, просто проходячи, думаю, що наше тобі туди лізти. В очередной раз, проходя мимо цирка, Александр понял, що прийшло время действувати. Так і появилась «ЮАй Анималс». Запрет на использовання животних для развлечення публіки стал первым і весьма успішним шагом організації. Активистам удалось достучаться до верхушки, і зараз в Верховной Раді рассматривають несколько законопроектов на эту тему. Більше смотрите в итоговому випускі новостей в субботу в 20.00. Ірина Рогозянська, Андрей Кульба, Седьмой канал. І пока на этом все. Следіть за новостями нашего канала. Всегда можна на официальном сайте і в соціальних сетях. А якщо ви стали очевидцем інтересного события, званите нам по телефону 726-3226. Увидимся з вами в 18.00. Оставайтесь на седьмому, буде интересно.